Итак, это прямое включение от милого штурмана, и я хочу с вами кое-чем поделиться, наболевшим, так сказать. Как вы все знаете, у Сережи очень много машин. Жига, Слива, Лавр и даже Лексус, который он взял как подпоп, чтобы везде кататься, когда там надо что-то отвезти или просто по городу передвигаться. Но! На чем мы приехали по его делам в итоге? Конечно же, на моей машинке. У него вообще совести нет. Сережа, ты камеру забыл. О, точняк. У тебя совесть есть? В смысле? В прямом. Где твоя Слива? Слива у Семена. А Лавр? Лавр на стоянке пока ожидает, пока нельзя на нем ездить. У тебя, кажется, еще есть Жига? Да, Жига здесь. А как транспортное средство на лето? Не варик? Или Жига? Ну, такое. Не, можно, в принципе. А Лексус где? Лексус на доработках. А почему мы приехали в итоге на моей машине? Имеет 4. Потому что Корса решает в этом случае. Так, может, тебе надо было Корсу купить у меня? Покупай у меня Корсу. Не-не-не. Корсу тебе оставим. В стоке. Ах, ты беззовестный. Ты меня используешь теперь, чтобы... А, давай. Странно, да, использовать свою Жигу? Я тебя не использую, я на тебе женился. Чтобы использовать? Нет. Как вы уже поняли, я приехал в гараж сейчас. Вытаскиваю диски. Сегодня воскресенье, я хотел затестировать сливу. Она уже как два дня готова. Вчера не получилось ее забрать, потому что негде было проехать на ней. А сейчас, как я уже говорил, в городе обостренная обстановка. Поэтому сейчас приедем на Корсе к Семену и на эвакуаторе отвезем сливу на площадку. Чтобы немножко попробовать ее. И если там что-то пойдет не то, чтобы за завтра починить. Потому что послезавтра слива отправляется уже в Сочи на автовозе. Те покрышки, которые сейчас на сливе, они уже почти закончились. Потому что я на них на цунам-пикнике дрифтил. После еще дрифтил. Поэтому сейчас заехал в ST-Tuning взять себе две покрышки 235-40-18. Как всегда, с Айлун. Доехали до Семена. Вот стоит слива. Что-то какое-то затишьте сегодня в воскресенье. Семен заныкался в моторке тут, собирает что-то. О, ротор собираешь? Привет. Привет. Да, у меня очень мало времени, потому что герметик. Ну, надо, чтобы он не встал, поэтому... Вот так выглядит роторный двигатель. Мы грузимся на акватор. Никогда бы не мог подумать, что имея едущую сливу с хорошими документами, совсем все в порядке, я буду ездить на акваторе буквально тут 20 минут до места. Это фейл просто, господа. Это фейл. Сам прикол, что меня это коснулось как бы больше всего. Потому что это моя жизнь. Моя жизнь такие машины. Настало время немножко прокатиться. Мы тут посидели, потусили пару часиков. И сейчас Ишхан разрешил прокатиться буквально на полчаса. Потому что дрифт будет не каждый день, чтобы не пугать народ весь, чтобы они не вызывали сотрудников, потому что вчера в 10 часов уже было очень много заявок. Здесь дома достаточно далеко, но все равно, конечно же, слышно. Прямо чувствуется, какая мощь. Субтитры сделал DimaTorzok. Откатали сейчас резину, которая была. Не встал ее взрывать, но уже корт виден. Если честно, держака не хватало. Спустил до 1,8. Все равно не хватало держака, но плюс она уже была стертая очень. Сейчас я делал свою роту. Здесь триангул новый 225-40. Так, спустили его сразу до 1,8 и посмотрим, что держака не хватало. Это значит, что я на второй ехал и мылил в отсечку. Даже на третью переключился, на третью она тоже спокойно едет. Это, конечно, радует. Греться машина стала меньше, но все равно взгорелась буквально за три круга. Масло нагрелось до 120 и вода до 110. Ну, то есть, это по-настоящему, потому что, как Семен говорил, что сенсоры стоят на выходе из мотора. Где-то масло получается 110 и вода где-то 100. Машина что-то начала глохнуть сама, к сожалению. Загрузил он свою машину. А вот это все повезет на моей маленькой. Вот это, как обычно. Это что, техничка? А Лексус тебе на что? Он на пневмон. Сливы выгрузили, а сейчас наша техничка подобралась на шинку. Резина очень сложно сползает с хампа. На обычном диске я там раза три-четыре сделал и все. А здесь приходится по чуть-чуть. Лютая запара. Коля тут его делает уже минут пять. Как с серпом. Сейчас заезжал в транспортную, но не в обычную транспортную, а транспортную в аэропорту. Пару дней назад стало известно, что нам точно нужны вентиляторы на маслокулек. Причем вентиляторы нужны пятидюймовые две штуки. И они были только в Красноярске. Поэтому я сразу созвонился с человеком, который всегда мне помогает в Красноярске. Это Саша Слэйр Гараж. Спасибо тебе огромное, что вызвался помочь. И расскажу вам такой небольшой лайфхак. Если вам из другого города, особенно из дальнего города, надо получить срочно-срочно груз. Вот реально срочно. А мне нужны были срочно они, потому что завтра уже Сильвия грузится на автовоз в Сочи. А в Сочи должны быть точно эти вентиляторы стоять. Поэтому в каждом городе, в вашем аэропорте, есть грузовой терминал, на который можно просто принести груз. Вам его оформят. Причем любой груз легкий, как у меня вот пару коробок, так и какой-то тяжелый там типа дисков. Его сразу оформляют и высылают первым же рейсом в город. То есть груз мне пришел буквально, ну в день. Он еще и летел через Москву. В общем, за день он пришел. Стоит это, конечно, недешево вообще, потому что вышло 2700. Но так как это все срочно и, так сказать, ставки слишком высоки, поэтому это надо было быстро оформлять. Единственное, что оформление груза очень запарное. Я потратил где-то полчаса, причем что очереди вообще не было, потому что куча раз надо показывать свой паспорт, проходить какие-то контроли, так как это все-таки аэропорт, ну и так далее. Но зато... Груз получил. Вентиляторы, кстати, спал. Это очень крутая фирма вентиляторов. И также здесь термошуба на турбину. Утро понедельника, и сейчас все это везу к Семену. Распаковал тут мои покупки. Так выглядят вентиляторы небольшие. И шуба на турбину. Поменял сливик колеса, оставляю тачку тут. К вечеру Семен сказал, что уже все сделает. А именно надо поставить вентиляторы, надо поставить экран, который защищает тормозную жидкость и тормозной цилиндр, и также поставить термошубу. А я еду дальше делать дела свои автомобильные. У меня по плану обуть резину на мои новые диски, которые от World Wheels на Lexus. Корса оказалась очень вместительная машина. Это все надо поместить в нее. Вот она, полная загрузка. Вместилась в четыре покрышки, четыре диска и два диска на покрышках. Готово, резина на месте. Вот так все это смотрится. Небольшой такой стретч. В принципе, я большого и не хотел на гражданской тачке. Загружаю все обратно уже. Итак, я подъехал к Переплу. Здесь идет установка уже пневмы на Lexus. Она идет уже в течение двух дней. Тут не спеша. Я все эти дни занимался другими тачками, поэтому даже не было времени сюда подъехать. Сейчас привез колеса. Стойки уже стоят здесь. И сейчас покажут первые проблемы, с чем столкнулся кузов GS и пневма. Вот здесь, да, задевают кузов? Руку туда засуну. Это сейчас не надуто. И плюс вот здесь тоже сверху. Это же все надувается, и в объеме это сильно меняется. И типа отпиливать вот это и вот это, этого мало. Всегда молотком, я считаю, это как бы кощунство. Есть вариант попробовать пересрыли снизу рычаг и выдвинуть стойку наружу. По крайней мере, нажимание не нужно. Ну, кстати. А ты уверен, что она ходит так? Она же без шеста здесь. Так там она на резинке. Сможет чуть-чуть? Да. Чуть-чуть сможет. Но это меня тоже как бы беспокоит. Вот так выглядит так называемый инстал. Есть такая дощечка. К ней все приделано. Она будет еще обтянута карпетом, чтобы это все прилично смотрелось. Здесь компрессор, блок клапанов, ресивер, релюшка. Мы тут уже прикинули колеса. Уже даже поддомкатили вот так и посмотрели, как они будут смотреться в арках. Смотрится очень неплохо. Но, конечно же, для GS лучше 19-е все-таки диски. Но 19-х не было, поэтому 18-е. И еще будем ездить на том, что есть. Проводка тут прокладывается. Также трубки прокладываются. Передние стойки почти на месте. С той стороны уже прикручено. Здесь еще снизу не прикручено. В нем вошланги идут там, где проходят тормозные трубки. Вот теперь я стал здесь проблему порешать. Здесь выпилить или выдолбить, не знаю. А в багажнике это будет вот в этой нише все стоять. Каждым днем теперь я поражаю все больше и больше. Еще раз, так сказать, дожили. Каршеринговая тачка. Это была бы отличная реклама каршерингу. Но нет. Кстати, когда-то они мне писали, но я что-то отказался. Или было не вовремя. Ну, что-то такое. В общем, сейчас я езжу за 12 рублей минута. Ксюша уехала по своим делам на курсе. Лексус не готов. На Лавре ездить нельзя. На Сливе тем более. И сейчас задача вечером погрузить Сливу на автовоз, который поедет в Сочи. Соответственно, мне нужна техничка. К Сливе надо подвезти и колеса, и инструменты. И вообще загрузить ее для поездки. Поэтому пришлось взять каршеринговую тачку. Хорошо, что я заработал денег на дрифт-такси. В принципе, сейчас бюджет есть. Кстати, взял Бэшку. Довольно вместительную. Переложу все вещи, которые понадобятся в Сочи. Еду я на этой Бэхе. Она еще глохнет на светофоре. Я, конечно же, знал о такой функции, но еще никогда не ездил на таком. Блин, не представляю я себя в такой машине вообще. Ну, типа, как под жопу, нормально, да. Но вот так, чтобы каждый день куда-то ездить, какие-то там... Да просто выезды даже по выходным на какие-то сборы. Ну, не то это, вообще не то. Мне нужна старая Сильвия или старый Лаурель, которая будет все очень по-своему, так сказать, по-японски. Приехал в гараж и понимаю, что я забыл домкрат в Лавре. Все остальное из Лавра я вроде взял. Стульчики посидеть, потусоваться. Рашатель радиаторов. Также из гаража взял себе рычаги. Точнее, это теншн, развальный рычаг, рычаг схождения и тягу. Ну, на всякий случай, пусть будет. Взял компрессор. Кстати, надо было просто купить подкачку, потому что в Сильвии можно вставить подкачку в ресивер. Там есть как раз для этого выход. И качать колеса прямо из багажника. И также моя синяя сумка со всяким инструментом разным. И набор инструментов. Только не хватает тут домкрата. Но до домкрата уже далеко ездить. Поэтому поеду без домкрата. Надеюсь, что в Сочи у кого-нибудь будет домкрат. Нахватил себе 235-40-18. Четыре покрышки. Плюс две покрышки у меня сейчас новые одеты. Я надеюсь, что мне хватит для Сочи. Я думаю, вполне. Добрался до Семена. В сторону забора не снимаю. Застали Семена за работой. Ну что, есть пару слов? За эти пару дней сделали башбар окончательно. Термощиток. Шубу одели. Чтоб машине в Сочи было не так жарко. Ну, в плане там тормозным цилиндром и так далее. Поставили вентиляторы на масляный кулер. Они причем очень люто дуют. Потому что мы их включили. И вот берешь там пачку сигарет. К радику вот так прислоняешь. И она держится. Охренеть. Да. Я спал и делаю свое дело. Я думаю, что с маслом теперь тоже проблем не будет. Ну и в принципе все. Сейчас прокатимся, наверное, по территории. И сделаем ланч. И температуру включения вентиляторов подвинем по маслу там на какую-то величину. И в принципе все готово. Зацените, какой получился башбар. Пока он черного цвета, потом, возможно, я его перекрашу. А может вообще таким оставлю. Он черный, кстати, прикольно смотрится. Мне кажется, если он будет в цвет, он будет... Не знаю, подумаю. Башбар мне сейчас больше нравится, чем когда он был только на заготовках. И ты говоришь, он если что, выполнит, да, свое дело? Конечно, выполнит. Вот так выглядит шуба. И вот щиток. Они вместились, да, в вентиляторе? Да, причем там даже зазор. Есть палец, пролезает между радиком и вентилятором. Да, вижу. Подняли сейчас сливу. Вот такую защиту сделали, да, для трубок топливных. Ну тут просто такое достаточно низкое место. Я переживал за него. И лучше, чтобы ты листом где-то зацепил, нежели чем топливными трубами. Красиво, еще можно в зеркало смотреться. Тут ты немножко потер выхлоп, но как бы ему хуже не стало. Дырок нет. Подмял. В целом, все. Ну и теперь, к сожалению, сюда сделать панельку с кнопками. А я очень хотел пострелять, так сказать, на парковке. Поэтому Семен сейчас придумал какую-то тему, чтобы машина чувствовала, когда она стоит на месте, могла стрелять. Да, просто сделаем ланч-контроль доступным до 1 км в час. То есть, когда машина едет быстрее 1 км в час, он будет отрубаться. То есть, Серега может стрелять только на месте. Попробую пострелять, что сейчас я готовлю. А что делать? Газ в пол. Это слишком лайтовый. Давай, сейчас. Что будет? Это был... Сейчас сделаем пожёстче. Такой пик. Не, ну пожёстче. Ты смотри, короче, чтобы тачка поехала. Ну, это не обязательно. Вань, подсними. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok